Друзья, всем привет! У нас осень и хотя сейчас на улице еще у нас тепло, но я уже сделала себе такой осенний фон и хочу с вами делиться покупками с Фалдберис. Большинство я заказываю все там, чтобы не бегать по магазинам, а просто забрать около дома, поэтому давайте я вам покажу. Только сегодня будет такой, знаете, формат, интересный, новый. Товаров будет немного, потому что сейчас много что мы заказываем для ребеночка. И это будет в отдельном видео. А то, что я заказываю для дома, я хочу вам здесь показать и применить на деле, и как это будет выглядеть. И мы с вами начнем вот с такого кондиционера. Этот кондиционер я, конечно, немножко, так сказать, лоханулась. Он был, когда я была в каком-то магазине, по-моему, в Ашане 200 рублей, потому что здесь формат у него очень маленький. 34 стирки. Нам нравится именно этот аромат, на него у нас нет аллергии, очень мягкие вещи и 870 грамм. Я думала, что за такую цену на Валдберисе он будет большой. Я ошиблась, поэтому, к сожалению, я расстроилась и не буду там больше брать маленький формат за такую цену, потому что в магазинах он дешевле. Но он нравится. Вещи мягкие, ароматные, приятно пахнут, поэтому, может, после беременности я что-то поменяю с ароматом более четким. Также с Алиэкспресс я сейчас ничего не заказываю. Заказываю всю декоративку с Валдбериса, Озона, крепко с Озона. Пишите, какие вам нравятся маркетплейсы. В Казань тут в последнее время вообще не захожу. Хотя там, кстати, цены нормальные, дешевые. И у меня здесь есть уже вот такая вот наволочка. В прошлом обзоре показывала вот такая наволочка. Но у меня, к сожалению, сейчас нет подушек. Мне нужно еще подушку купить. Я не могу ее одеть сейчас, вам показать, как она будет выглядеть. В общем, вот такая красивая наволочка. Я, видите, брала три подстили, чтобы одинаковый был. Вот сюда вот на кухню. Люблю, когда много красивых вот таких вот наволочек дома. Кстати, материал за 200 рублей очень-очень плотный, очень качественный. Я вам поближе покажу эту наволочку и вот эти покажу расцветки. Какие-то я заказывала у одного продавца, поэтому могу вам рекомендовать. И давайте после того, как я буду показывать вам сейчас здесь, то я уже буду показывать. Вот такая вот расцветка вблизи у этой наволочки. Очень-очень красивая ткань, тоже очень плотная. То есть это не на один раз. Вот, например, к примеру, вот эту вот наволочку я заказывала с Алиэкспресса. Она, видите, такая тканевая, обычная. То есть она буквально там на три сезона после стирки она выцветает. А вот эти вот наволочки, они очень красивые. И они очень плотные такие. То есть вот это вот тоже за свои деньги. Очень даже хорошее. Присмотритесь, я искала бюджетные наволочки. Красивые такие. Они подойдут и на лето, и на весну, и на осень. А зимние наволочки у меня есть. Поэтому, девчонки, присмотритесь. Молня вот такая вот у них. Видите, как встроенная, что ли, какая-то правильно вшитая. Поэтому все аккуратненько. Единственное, что я наблюдаю, смотрите, здесь вот так вот немножко волной. Я не знаю, специально это сделано или нет, или просто так вот молния легла. Потому что здесь все вот ровненько. Дальше. Следующее. Вы уже, кстати, тоже осенью, кто меня долго смотрит, уже наблюдали. Вот такую вот штучку на туалет. Надо будет туалет только намыть. Очень мягкая штучка. Сейчас будет холодно дома. И садиться на туалет, так как я беременна в положении сейчас на данный момент. И мне раз 20 надо сбегать в туалет за день. И я решила опять ее заказать. Я сейчас дома не принимаю, не наращиваю ресницы. Поэтому можно уже, как бы, девчонки у меня в туалет ходят. И когда кто-то постоянно часто в туалет ходит, то, естественно, быстро они портятся. А когда живешь вдвоем, да, то она не быстро портится. Я вам покажу, как она выглядит на туалете. Очень мягкая, разные расцветки. И прям стоит копейки. Но она прям такая очень мягенькая. Я вспомнила, что я ее уже заказывала. И решила еще раз заказать. Только тут надо разобраться, как ее правильно одевать. Я помню, первый раз я сначала не поняла, как ее правильно нужно одеть. Она тут вот на проволоке. И за счет этой проволоки затягивается на туалет. Ну, и я вам сейчас в деле тоже это все покажу, как это выглядит. Стоит копейки. То есть, когда она, конечно, загрязняется со временем. Все равно мы там жирную какую-нибудь воду выливаем, да, в туалет. Еще что-то смываем, ходим в туалет. Но хватает на сезон зимний. И хватает, когда в квартире холодно. Поэтому я решила, что нужно взять. Следующая моя покупка. Очень-очень нужная. Сейчас я вам покажу картинку. А мы с вами на деле ее соберем сейчас. Я уже ждала этот обзор, чтобы наконец-то заснять вам. И показать уже на деле. Вот так выглядит для губки, для тряпки и для мыла. И это все стекает. Я не буду сейчас все это собирать. Соберем сейчас с вами вместе. И покажу на деле, как это у нас будет выглядеть. Искала что-то подобное. Плюс здесь можно снять нижний ряд. И вылить воду с губки, например. Потому что у меня губка валяется, тряпка валяется. Мне это очень неудобно. Там у нас все деревянное, около мойки. Поэтому хочется, чтобы это все было как-то поаккуратней. Давайте вместе соберем. Давайте соберем с вами нашу под губки мыльницу. Если правильно ее назвать. Здесь две маленькие, две большие. Здесь, наверное, в принципе, вот она основа. И нужно просто вставить ее. Здесь с двух сторон я смотрю, что... О, как быстро собирается. С двух сторон вот она под тряпки идет. Даже, наверное, по высшему надо вам поднять. Не знаю, прочная конструкция или нет. Здесь губка. То есть мне нужно измерить. Вот у меня будет губка. Возьму как раз чистенькую, новенькую. Вот так получается. Чтобы она свободна была. Эта губка истекала. Мыло, а еще что? А еще одну куда? Ну, можно вот так поставить. И положить еще, знаете, что сюда? Здесь мыло как бы кладется. А у меня есть вот такие вот. Сейчас покажу вам. Губочки. Такие вот. Тряпка у меня одна. Поэтому тряпочку мы сейчас тоже новую повесим. Я брала тряпочки в фикс прайс. И они очень тонкие. Поэтому я беру таких четыре штучки. Чтобы они хотя бы что-то промывали. Складываем. Очень удобно. То есть вода будет теперь стекать на нее. Только обязательно, естественно, нужно почаще ее промывать. Сейчас покажу вам, как это все смотрится. У меня здесь еще есть вот такие вот баночки. Тоже я покупала на Валпересе очень давно. Для рук и для посуды. Они у меня стояли вот здесь. Но теперь здесь у меня будет стоять вот так вот губочка. И здесь как бы можно и сырую тряпку вешать, и сухую. Но здесь мне удобнее, чтобы здесь губка лежала. Даже вот с этой стороны. Вот таким вот образом. Это будет очень удобно. И стекать уже будет мне вот туда вот. Под эту штучку. И вот так вот все это выглядит вблизи. Можно и сюда тряпочку повесить. Но мне тогда неудобно будет здесь. В общем, очень нужная, хорошая вещь. И теперь у меня все на месте. Мне очень нравится. Вот такая у меня здесь зона оборудована. Следующее, что я вам покажу, это вот такая шампуньская такая на золом. Если я правильно прочитала, против перхоти для всех типов полос. У Сережи, у мужа перхоти. Сейчас я сяду поудобнее. Тяжело долго сидеть в одном положении. У Сережи, у мужа перхоти и у меня. Он ее уже забрал на работу. И дома у него осталась тоже похожая аптечная. Вот. Стоит она недорого. В принципе, кстати говоря, сейчас за ним наблюдаю. У него не особо много перхоти. Ей из всех, что там мы находили, из не очень дорогих, вот этот вот шампунь, стояло ей там 4,9 у этого продавца. Вот я вам сейчас приближу, потому что у меня вот осталась только коробочка, чтобы вам показать. Снимает проявление перхоти, снижает проявление перхоти, снижает интенсивность зудом, успокаивает раздраженную кожу головы, усиливает барьерные функции эпидермиса кожи головы. Тут нужно нанести, и такие шампуни нужно на 2-3 минуты подождать, чтобы она дала свой эффект. Ну посмотрим, я еще во влоге вам потом расскажу, как она действующая или не действующая, чтобы знать, покупать вам или нет. Но пока что у него, в принципе, перхоти стало меньше от нее, чем было до этого, поэтому пока неплохо. Это у меня заказ был очень давно, он лежал здесь у меня на диване и ждал своего времени. Это тюль. Я сейчас в ближайшее время ее повесить не смогу, то есть в этом видео я вам не покажу, как я ее вешаю. Я хочу их постирать, отгладить, отпарить и повесить. Вот так вот выглядит картинка. Я вам просто сейчас сделаю на эту тюль обзорчик, покажу, как она выглядит и поставлю стирать. Открываем. Посмотрим вообще, я ее еще даже не смотрела. Эту я взяла в спальню, давно она у меня лежит. Тут надо постирать, повесить. Сейчас самочувствие не очень, поэтому... Так. Размеры там разные. Пройдите по ссылочке и посмотрите размер свой. Я заказывала под свои шторы, которые у нас для ночные. Вот здесь такая вот штучка, вот у нас как раз так и крепится. Тюль, как правило, 280 на 240, полиэстер 100%. При 30 градусах стирать. В принципе, вроде затяжек у нее нету. Нужно ее сейчас постирать. Обычная, вот смотрите, прям обычная, обычная белая тюль. Но она мне очень полнужна, потому что у нас там какая-то рваная, ужасная тюль висит. И мне нужно ее в любом случае поменять. Что я вижу здесь в нитке. То есть, когда прошивали, я не знаю, будет вам видно или нет. Вот они торчат. Но это не критичные. Нитки же можно убрать. Поэтому я вам во влоге покажу, как она выглядит с нашими занавесками. Но явно она будет выглядеть лучше, чем у нас была, висит сейчас тюль. Тюль висит их там две, ужасных из Икеи. Мы тогда за 100 рублей купали. Это тоже бюджетная тюль. Но я решила купить одну хорошую, не очень дорогую. Но чтобы она вот висела, да, дадамень. И все. Простирал. Плюс ее надо отпарить будет. Я обычно тюль стираю, сразу вешаю. Крючки как раз заказала. И она сама высыхает. А где не высохла сама мятая, я отпариваю. Вот так я ее сделаю. Тюль посмотрим поближе. Здесь у нее крепление. Разных размеров она. И вот так она выглядит. Единственное, что бывает брак. Не знаю, проверять лучше там или нет на брак. Но бывает, что посмотрела у этого продавца дырочки на тюлью. Но вроде визуально ничего, никаких дырочек на ней нет. И последнее, что я вам покажу. Такие кленовые листочки. Если честно, я ожидала другого. Потому что такие кленовые листочки я могла купить за 100 рублей. Здесь 30 штучек. На картинке было очень красиво. А по факту я вижу, что это обычные листочки, которые можно будет купить в фикс прайс. Сейчас откроем. Я их вам поближе покажу. Листочки кленовые, оранжевые. Там еще есть и красные, и разные. Так, пишут, оставьте отзыв. Здесь вот красные. Ну вот прям обычные. Хотя на картинке их так нарисовали, что они как будто другие. И желтенькие. Я что хочу сделать? Я хочу приделать к ним проволоку каждой. И сделать из них такую, как знаете, нарез красивый осенний. Чтобы фон у меня красивый был. Не знаю, сколько у меня проволоки хватит. Можно же как-то по-другому сделать. Можно венок из них делать. В принципе, 30 штук на венок хватит. И будет тоже красиво смотреться. Сейчас покажу вам. Веновые листочки вот такого оттенка. Прям обычные. Я как будто, знаете, фикс прайс покупала. Потемнее немножко. Я помню, как-то один год я их перекрашивала. Вот такие вот красные листочки. Можно такие фикс прайс купить. И все. Вот в 30 штучках. Вот такие вот кленовые листочки для вашего декора. Вот такой у нас сегодня с вами получился обзорчик. Небольшой. Что вы заказывали из этого, пишите. Мне будет интересно почитать. Вам огромное спасибо за обратную связь. Все это буду применять я во влоге. И, конечно же, обязательно с вами поделюсь. Как я кленовые листики использовала. Что-то придумаю для вдохновения. Но это будет прям осеннее видео вдохновения. Именно про синий декор буду декорировать. Потом покажу обязательно тюль, наволочки. В деле, как это все красиво смотрится. Поэтому спасибо вам огромное за обратную связь. Мы скоро с вами увидимся в новом видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!